Есть такая довольно необычная ситуация, когда при относительно высоких температуропроводимость идет по мотору, а при самых низких обнаруживается жесткое щель. Вот это самая величина этой щели. Вот здесь для разных красот, но только для того, что показывал, он еще нет. То есть, в первую очередь, вещество можно демонстрирует прямой биологический, проводящий в состоянии диэлектрические промежуточного состояния гимн. Теперь, значит, это старая цепь, в которой, собственно, более-менее началось отлучение. Вот здесь вот написано картинки из предавнего эксперимента, который нам сообщает, что... Начинают мыслить к сверхпроводящей стороне вот этой базовой диаграммы, где-то здесь. И это очень важный эксперимент. Я сейчас подробно объясню, что такое написано. Значит, это нарисована туннельная плотность, туннельная проводимость, измеряемая при помощи сканирующего туннельного микроскопа, приведенного к пленке полосамбооксиды. Она измеряется как функция напряжения при разном температуре. Одновременно в том же самом приборе измеряется сопротивление этой самой пленки вдоль ней. Ну и видно, что при некоторой определенной температуре, в данном случае, вот здесь было 1,7 Кельмена, то сопротивление вращается в ноль, сутнельный период, приходится в холодящую систему. Параливно меряется вот эти туннельные. Красная глиния, которая здесь выражена, это туннельная проводимость, обнаруженная для температуры критической. Когда сопротивление впервые претеноскопа. Уже понятно, что к обычному сверховоднику, который более-менее описывается в теорию, покажает, мы видим к ладоши. Потому что, чему обычному сверховоднику? То есть, в точке перехода, с обращением сопротивления в ноль, только-только начинает возникать черный энергетический спектр. То есть, на этой вот зависимости от туннельного, туннельной проводимости от напряжения, если бы что-нибудь было, логика моралики против кровати. А здесь мы видим, что имеется здоровый щит, который почти такая же, как при совсем низких температурах, самый низкий, на 50-х кг. Количина щели почти практически не меняется даже. То есть, видно, что до того, как возникло макроскопическое сверховодящее состояние, откуда-то взялось щит. Ширина этой щели примерно, вот видно здесь, Ом ю вольт, примерно 5 градусов. А теперь, а что видно на этих спектрах при дальнейшем поднижении температуры? Более низкие температуры, вот эти, Более низкие температуры вообще практически не меняются, но на крающее возникают пики. Это те пики, которые в воднике, значит, под лакошей должны быть. Значит, получилось, что ниже точки перехода на спектрах начинают являться температные пики. А щит при этом не меняется. То есть, это прямое доказательство того, что образование макроскопической сверхпроводимости или образование щели в спектре заблуждений управляются какими-то разными механизмами. Теперь, значит, это не потому, что с обычной сверхпроводимостью в однородном материале, но, неизвестно, это никак не согласуется. С другой стороны, это не согласуется и с положением о том, что у нас имеются отдельные рассветопроводящие гранулы, которые плохо связаны между собой, поэтому температура перехода макроскопическая, ну, скажем, там, заметно меньше, чем температура, в которой образовывается сверхпроводимость. Почему не согласуется? Потому что мы с процессией таких гранул, мы попадаем до того, что я первый лекций рассказывал. А вот в этой причине, в туннельной проводимости, пики на краю щели были бы видны сразу, как только в отдельной грамме возникает сверхпроводимость. Для того, чтобы появились эти пики, не нужна макроскопическая сверхпроводимость во всей краю. А здесь пики возникают только вместе со сверхпроводимостью. То есть вот комбинация этих спиртов покажется, но и не делается каким-то особым классом веществ, которые ни первому, ни второму ранее обсуждавшемуся используются. Если здесь непонятно, чем спрашивать это в важное место. На самом деле, это не единственный такой материал, в котором похожие явления наблюдаются. По-видимому, все такие материалы характеризуются, по крайней мере, тем, что плотность электронов проводимости в них гораздо меньше, чем в обычных электронах. Но обычно здесь двадцать второй. Здесь это здесь двадцать первую или третью. Ну, какое-то предотношение к этим странным наблюдениям, это отдельный вопрос, который можно провести. Но соответственно сказать, хисторы видали, чем это место национальности. А как измеряется степень аммомедности? Это вот х, который просто стихиометрический? Это не стихиометрическое соединение? Ну, оно не стихиометрическое, да, но я имею в виду однодолженность стихиометрического соединения, это, наверное, важно просто сохранять другую пропорцию. Ну, конечно, это выясняется путем микроскопии. Есть просвечивающая микроскопия, которая сообщает о максимальном размере области, неоднокровности. Есть ли там какая-то сфертура? Просто, если она действительно неупорядоченная, то там есть расстояние решетки. Это решетки? Да, решетка неупорядоченная. Это совершенно неупорядоченное вещество, но важно, что в нем нету никаких отдельных островков, которые можно один от другого отделить какими-нибудь микроскопами, которые больше, чем пара на нем. Я имею в виду, что даже неупорядочная решетка, то есть это расходство, а в статистике расстояние, когда еще упорядочные там расстояния, то можно разговаривать в улице просто. А здесь какой-то размазанный пик, да, конечно. Может быть, здесь где-то может сыграть эффект? Тоже, потому что у нас даже непорядочная структура, например, характерная маршрада, но связанная с тем, что они туда взяли обменят и перемешиваются. То есть вот эти вот размазанные карпури, мы сейчас построим там пара, рассказали, что размазанные карпури из первого века, которые там приставили, чтобы их армии смогли сперзаться, потом они размазались и уже непопорядочные. Много там может появиться? Масштабы? Честно говоря, я не очень понял вопрос. То есть то, что там будут размазаны и целые структурные карты, вы не заметили? Просто было интересно, как при армииторе стихи метрии отличить более, наверное, себе энтопринь? То есть у них внутри ажистика? А, ну... Что там есть? Можно менять сопротивление этого вещества, то есть именно реакция сопротивления при каких-то относительно высоких температурах. А плавным образом вмещая вот там кислородную атмосферу при температуре 100 градусов Цельсия и некоторое, подождав там час, или столько подождалось, то столько изменится. Да. Это, допустим, слабый лучший, при котором меняется спотинг. То есть механизм этого, я не знаю, что известно, почему именно так получается. Но инструментальное место куча данных по то, каким образом нужно поступить, если получить большее сопротивление при этом самому процессу. Что при этом происходит с структурным фактором, как там разбываются пики, это я не уверен, что это следует. То, что они разводят, это не само. То есть их видели, конечно, разводят, но вряд ли их встречали. И вы же меня не знаете, даже того, как они там меняются в зависимости от того же. Я думаю, что здесь, когда мы говорим, что есть много морков, есть непорядочность. Это одна и даже непорядочность, вы измените другие. Она бывает разная. Тем не менее, я думаю, как ее измерить? Измеряется? Во-первых, это ее вообще измерить. В принципе, степень упорядочности решетки можно было бы измерить, изучая их ширину и эффекции. Но... Я не знаю, какие мысли. Но я знаю, что это в этих, этого рода экспериментов, степень беспорядка представили просто тем, как меняется сопротивление произносительно высоких температур. Но это все. И кроме того, контролировали, что никакой островковой или нулярной структуры в этом веществе не доступны простое. Вот, собственно. Так. Ну вот, это аналогичный, потому что я показывал пример, только здесь изучался образец, который почти очень близко к переходу в сверхопроводящий состоянии. Вот температурная зависимость, которая, значит, сопротивление росло с понижением температуры, потом она стала падать. Вот, как на этой первой картинке написано. Вот вопрос. И вроде как делал что-то к переходу сверхопроводник, а потом тем не менее оказалось, что за изолятором у нас сопротивление уже активационным образом стало растие. То есть, почему я показал эту картинку, что именно активационное проведение износительных промышленных показателей характерно для этого вещества не только для лет переработан в области изоляции где-то мало, 10 панцев или больше, но и всякая красность переработана тоже оказывается активацией. Ну вот, аналогичная картинка на другом веществе похожа. Вот здесь то же самое в электрической области вот эти вот кривые, если я назвать алгоритмическими, масштабе дает такую же вещество. И тоже переходят в более высоких температурах на кривичную точковую воду. вот здесь она и отложена. Очень похоже на картинку, которую я показывал раньше, только и несколько, что и на вещество. Еще два важных класс результатов кривик вещества относятся к поведению сопротивления зависимости от моментов. подмагнитного вообще надо посмотреть на эту картинку. Тут нарисовано зависимость сопротивления подмагнитного поля при разных температурах. подмагнитного вот это самые высокие температуры вот это самое низкое. Видно, что эти пивы пересекаются более-менее на выночке. И в слабых полях чем ниже температура тем сопротивление меньше. а при поле больше, чем вот это c наоборот. Значит соответственно это понимается как переход из сопроводящего состояния в электрическое поле нужны в огненном огне и для этого образца здесь критическое поле было. А в точной поле в лечении магнитного поля имеются колоссальные пиксы противления, которые достигаем просто пределы измерения. При том, что в нулевом поле, или в слабом поле, в несколько килограмм, этот образец сверхроводничек. В большом поле он становится совершенно генетическим, и если померить зависимость от температуры такого поля, что, собственно, не будет изображено, она тоже образуется актернационной. Вот из этих экспериментов имеется вот этот, которым он что-то как-то его находит. Откуда вообще появился такой момент? Ну вот, теперь вот эту картинку я уже показывал, вот эту справа. Ну а здесь примерно то же самое в двух версиях адресованного вида такого. Например, другое изображение, здесь по этой силе движения, по этой температуре. А вот эта трампингерная картинка соответствует тому же самому веществу, тому же самому образцу. Просто иконку немножко снимали по пластику. И здесь мы видим, что общий масштаб явлений такой же. Вот эта щель, она примерно на тех же температурах в несколько раз выше ТЦ. Но никаких пиков нет. Дальше имеется статистика. Бигают в голову вдоль поверхности, снимают спектры. Видят, во многих местах есть пики, во многих нет. Дальше можно построить некоторое распределение высоточек пиков. Значит, главная мораль строит. Есть липоводимость, но очень сильно не одна. Вот, как это... Ну, здесь, наверное, слева примеры разных типов этих спектров, вот эти с пиками разными личными. А вот, в других точках, вообще, в всяких пиках. Шириры, по-моему, они тоже футыруют точки к точке, но, в общем, он похожий. Здесь сделана обработка статистики этих данных. Это распределение ширины щелей. Сверху и снизу – это два разных образца с меньшим и с порядком. Ну, вот здесь эти картинки, видно, более-менее похожи. В том и другом случае есть. Заметный расброс ширины щелей и увеличен им порядок высоты. Разве не похожи? Значит, справа – статистика высот пиков. Для менее непорядочного образца есть какая-то приличная пива из максимума. А есть какая-то характерная значение высоты пиков, которая будет в полости. Большая часть пиков помещается вот в этой странице. Тем не менее есть какой-то хвост, какая-то доля площади пленки, на которой есть такие же пивы. Да, ну вот, собственно, мы имеем в виду с элементарной части. Ну, как я уже объяснял, картинки эти все вместе не могут быть описаны ни одной из двух ранее обсуждавшихся моделей. Поэтому приходится придумать чего-то. Значит, иной, конечно, состоит вот еще. Мы будем рассматривать такой вопрос. Как происходит сверхпроводящая неустойчивость и образование сверхпроводящего состояния? В условиях очень сильного беспорядка, когда электроны лукализованы по адресу и почти. При этом мы клоинское взаимодействие выкинем вообще, потому что нам и позднее будет достаточно интересно. И почему его можно в этих веществах выкинуть, я стараюсь потом пояснить. Хотя по яскости, на самом деле, здесь нет. Скорее, логика была следующая, что должна быть какая-то причина, в какой в этом базе вещество его можно выкинуть, потому что если мы не делаем, то при таких сопротивлениях, которые там ухмеляются, и той сверхпроводимости остаться его. Значит, что-то с ним случилось. Что и почему с ним случилось, это я потом постараюсь обсудить. Имеется исходная очень простая магия, в которой электроны описываются днем. H0 – это этическая энергия плюс потенциальная энергия, то есть рассеяние. А это локальное притяжение типа модель ПКШ. И идея, значит, как с этим чем обходиться, тоже довольно старая, она была использована еще в работе 25 лет назад сделанной. Нужно рассмотреть точные собственные функции вот этого электронного электронного, разложить оператора электронной по этому базису и дальше использовать более-менее известные стилистические свойства этих самих моделей. Этим мы и займемся. Значит, ну, впервые анализы вот этой модели таким способом его проделали в этой же самой работе МАИЛИ. И они пришли к выводу, что разрушение сопроводимости должно произойти примерно там, где эта величина дельта – это… Вот я раньше рассказывал про графа, вел величину дельта, которая была типичным расстоянием между уровнями электронов внутри графа, в ограниченном объеме. Теперь, пусть мы имеем дело с электронами, которые локализованы не по причине того, что они сидят в ящике, а по центрам. А потому что беспорядок такой сильный, что уровень фермы находится в области локализованных состояний. Есть локализация по механизму электронов. Да, есть соответствующая длина локализации. И из этой длины локализации и по этой состоянию можно образоваться в таком случае. Типичное расстояние между уровнями в этом объеме локализованных. Ну и, кажется, естественной мысль, что если мы меняем беспорядок, у нас было в районе с некой температурой перехода, скажем, в металлической области, потом мы попали в диэлектрическую область, возникло конечное длина локализации, возникло параметры расстояния между уровнями. И когда он стал сравняться с высшей температурой перехода, то сводимость должна управляться. На самом деле, оказывается, что она выживает довольно долго за этой областью. Ну, не бесконечно, конечно, но вот это отсутствие. Значит, сначала мы, однако, обсудим, что происходит в случае, когда мы находимся на... Мы садили уровень фирмы на порогу валидации формиуса. Опять же, то же самое уравнение, которое я уже даже показывал. Представляющее температуру приема. И теперь я должен учесть ТОПСТЭКС, заменять параметр порядка монокространства. Пространство совершенно нельзя. Он очень сильно пунктует. То есть, значит, приема часа и средняя вот этого вот гидра, в общем, в смысле. А более разумная операция состоит в том, чтобы рассмотреть объект, который, собственно, и определяет неустойчивость. То есть, восприимчивость, соответствующая территорию, проводящую среднюю. А это есть гидница минус интегральный оператор минус первой степени. Ну, когда у этого возникает бесконечное собственное значение, это и есть неустойчивость по отношению к образованию параметр. Ну, давайте рассмотрим операцию. Попробуем усреднить его. Посмотреть, когда же возникает неустойчивость. Эту задачу можно свести по решению вот такого интегрального уравнения, которое, вообще, было бы, опять-таки, тем самым уравнением вот наша, если вот эта функция, которая здесь стоит, от разности на н, была бы постоянная. Но она, на самом деле, не постоянная. И вот. О это я сейчас поговорю. Что это за функция? Ну, функция предназначена здесь. Это, мы берем угловую функцию с энергией, какую-то с энергией X7t, подводим в квадрат, берем другую с энергией X7t, на квадрате в квадрат, и усредняем вот такой объект. При том, что держим разности на н, если имеется в середине, а в обычном грязном металле, далеком от перехода адреса, эта величина была просто единица. Ну, там, корреляции амбультуг-волновой функции малы, я уже показывал в другой связи, что поправки, корреляционные поправки в отличие, они содержат поправки кондактности. Но здесь у нас кондактность в порядке единицы. Никого разложения нет. Эффект сообразованный сильный. И оказывается, что вот эта функция, функция частоты, имеет вот такой вид. Это есть цепенная зависимость, а степень ее определяется некоторым числом, которое называется первой контактной энергетикой X2. Оно тут не станет большим, но не станет большим образом. Значит, вот здесь, на самом деле, выходит самая дилетика, что такое экспортальное направление. Давайте на время, вместо того, чтобы рассматривать такую реализационную функцию, осмотрим простую вещь. Федерал от четвертой степени маловой функции. Считаем, что у нас система локализована на некоторой языке. Скажем так. Тогда в обычном случае мы бы сказали Пси квадрат порядка обратного объема. Соответственно, федерал от Пси четвертой объема это тот же самый обратный объем. Это если квадрат гумновой функции не очень сильно и не структурует в расходстве. Вот одна задача для локализованных функций критических в смысле переход данных в санклутацию очень сильная. Они приводят к тому, что по объеме размера A, который можно найти, то есть заметные варианты амплитуды этой локализованной функции в месяц, очень много двигателей. И эффективный объем, который занимает это состояние, он параметрически меньше. То есть, если мы сочетаем вот такую величину, оказывается, что от длины, на которой все состояние хризован, она зависит не как L в степени минус 3, а с некоторой аномальной степенью, которая гораздо меньше. Но для трехмерного значения она известна численно и равна 1 в 10. И вот эта же величина входит в традиционную функцию интенсивности двух разных функций, отличающейся по энергии нами. А здесь функция частоты, но они не входят одно и та же. Это реальная фронтальная радиация. Короче говоря, функция эта растет с понижением частоты, частоты, ну, с показателем близким к 0.6. Что-что? L малая. L малая, это маленькая длина, которая... Ну, она не универсальна, она порядка просто фирмы исследованы. Ну, может быть, несколько раз больше. Соответственно, вот эта величина еролика, которая здесь написана, это энергия, которая... Другая, порядок величины энергии. Ну, фактически для тех моделей, в которых это можно численно проанализировать, она там в 10-20 раз меньше, чем 1. А теперь, что из этого следует? Да, вот здесь вот приведены численные данные. Ну, таких численных экспериментов было много, точнее, вот один из них здесь нарисован. Это эта самая традиционная функция в зависимости от чистоты в географической шкале, для системы разного размера. И на то, что соответствует показателям. Что здесь нет? Т.е. как я говорил, анализ условия на расходимость этого, самая, так сказать, проводящая пропагантера, приводит к уравнению дошковых географий. Которое надо поставить в самую функцию РМ. Это уравнение. Но это уравнение, в целом, не изразмеривается. И получается, что температура, при которой вот это уравнение возникает решение, Идет все таким образом. Это Е0, вот эта большая равняка, которая там у меня и выглядела была. Вот она. Вот это равняк. Помножить на константу связи. Средине 1 на грамм. Ну, это 1 на грамм, там несколько, чуть меньше будет. Это, вместо того, обычной зависимости теории Бакаша, в которой константа связи стоит в экспоненте. Есть степени в минус 1 на грамм. И это произошло потому, что, ну, вот, посмотрите, вот здесь вот есть эта функция Петра. Вот она. Это что за функция? Она изъединиться на аргумент при больших энергиях, а при 1 на грамм меньше температуры она сочетается. Да, значит, если бы это была константа, то мы будем иметь логарифмический интеграл и, значит, теорию Бакаша. А тут вот эта функция, она сама сочетается, что я решил сейчас именно исправить. Поэтому верхний предел крылья вообще выпадает. И в зависимости от степенной интеграл, который, как мы и безразмерили, получили такой вывод. Если у нас безразмерная константа протяжения очень маленькая, странным образом, когда нужно получить температуру перехода, это состояние термоетрически выше, чем в нормальном случае. Ну, потому что это степень, так сказать, квадратная. 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 Некоторую причину Дельта. Которая есть функция, главная функция. И можно найти, решая, это самая интегралная интегралная. А случаяличина, которая здесь входит, это вот эти самые квадратные функции. Теперь мы можем легко убедиться в том, что вот это распределение параметров порядка очень сильно неоднородное пространство. Для этого надо сравнить две речи. Просто среднее. Среднитель до того, что при интегрировании просто возникает единица от нормировки и получится такой вариант. А можно сначала развести эту функцию в квадрат, а потом в среднюю. И использовать сравнение на объект АТС, которое мы возьмем. Тогда получится вот такой вариант. Дальше мы возьмем среднее. Разведем его в квадрат. Поделим на среднюю величину, введенную в квадрат, поделим на среднюю от квадрата. И видим мы малую величину. Вот это q от k, это число. А существует, что у нас мы решаем задачу про светопроводимость в области слабого напряжения. И вот это вот лямблит-моруба. Что означает, что вот это отношение в аут? Ну, представьте себе эту самую реальную ситуацию. У нас есть квадратная решетка, и мы сказали, что некоторой доли с вероятностью p немного меньше единицы, клетка на этой решетке светопроводящая, а с вероятностью 1-p на 1. Чему будет равно вот такое отношение? Оно будет равно как? Это самая малая вероятность. То есть вот это выяснение показывает, что, грубо говоря, предпроводящий параметр порядка существует в малой доле объема системы. При этом мы можем сказать, где именно существуют. У нас нет никаких выделенных, там, островков и т.д. То есть статистически заметный объемный параметр порядка существует в малых вариантах. То есть получилось, что сопроводящее состояние возникает в температуре как-то неожиданно выше, чем мы думали. Она должна быть. Но при этом она возникает только в части пространства. В общем, никакого расслоения. То есть здесь, с левой стороны, проводимся с параметрами. Не существует этих областей. Перемешиваем пространство очень много. Ну, это то, что там получается для выпуска состояния. Вот это я, пожалуйста, проверну. Значит, что надо теперь сказать в качестве оговорки? Ну, вот то, что я рассказывал про решение, про вывод или уравнение на температуру перехода, делалось в некотором поближе. Надо проверять приближения аналогичные, так сказать, приближения среднего. Спрашивается, насколько оно хорошо и неплохо. То есть это можно проверить, и можно убедиться, что оно и не хорошо, и не плохо, а параметр, задать поправок, ему порядка не будет. То есть температура перехода, которая таким образом определяется, она определяется, на самом деле источностью той числа, которую мы не знаем. Но важно, что она не изменит вот эту вот зависимость от константы сегодня, которая стоит ценой. Теперь пойдем дальше. Пойдем в область локализованных состояний. То есть увеличим беспорядок и внести в руку первую область электронных состояний с конечными длинными локализациями. Здесь возникает новая область, которая аналогична тому, про которую я рассказывал на первой лекции в связи с электронами в очень маленьких драках. Вот та же картинка, которую я вам покажу. Значит, есть локализованные орбитали. Эта картинка, которые можно посадить в парню электронов с противоположными спинами, и они вытягиваются. От этого происходит некоторое улучшение. Приводящие к человеку начинается. Теперь. У нас в периметру. Грандом у нас электронное состояние локализованное другое печенье. Тот же самый другое печенье. Нужно возникнуть и здесь. Мы помещаем, исполняем эти локализованные стенки решения по парам. Каждая такая пара выигрывает энергию с защитными электронами. Вот такое величинное. Где m это матричный элемент протяжения, m это, как здесь нарисован, вот тот же самый m, который я здесь наказывал. Первый драк – это столько степени новой функции, в которой есть матричные элементы. Диагонабельные элементы. То есть, если я сравню энергию в состоянии, в которой все эти электронные локализации заполнены в примере, пара электронов, в сравнении с состоянием с лишним и четным электроном, или возьму один электрон, разорву эту пару, и вот этот электрон вытащу в новой состоянии. То я типичным образом за это должен заплатить энергию. Вот такую. И у меня есть в нее оценка этой величинки. Если есть вот эта констант связи размерная, мы их матричный элемент протяжения. В результате я получу величину dm, в которой в зависимости от длинной локализации для цели ступерного образа, в соответствии с самым проткельным образом. Ну, а если я поставлю в зависимости от длинной локализации от энергии, в близнем порогу, то, соответственно, получу вторую зависимость, в которой должен быть проткельный индекс d2, а показатель nu, это показатель длинной локализации вблизи порога, вблизи локализации. Несколько больше. Значит, здесь есть новый эффект, очень простой. Эффект, который возникает из-за того, что электронное состояние у нас есть, в том числе, авторизованное в каждом конечном объекте. Ну, вот здесь, на стороне. нанесовано распределение вероятности. То, что нам было скоро сказать, что вот эта величина r, я ответил, написал, средний матричный элемент. На самом деле, для каждой конкретной ломановой функции этот матричный элемент разный, а не регистр определения вероятности. И вот оно здесь нанесло. А тут оно уже нарисовано в эгорифмической шкале и в функции обратной армии. Важно следующее, что вот ты имеешь максимум типичного значения, а если посмотреть, насколько вероятно найти состояние с очень малым величином нормального элемента. т.е. состояние, которое существенно слабее локализовано, чем типичное. Потому что таких состояний почти нет. Т.е. вероятность найти экспоненциально мало. Вот здесь это зависит если есть или минус 1. Это значит, что друг, говоря, состояние с энергией связи меньше, чем примерно 1,4 от типичного, просто нет. Откуда получше вот это? Вот это? Ну, от которой по этой? Численные. А, численные. аналитические и теоретические. Это численная диагонализация этой самой модели адреса. Оттуда же индекс получат. А вы вот оцениваете, то каким образом мы можем получить жесткую щит в спектре этого для того, чтобы если мы хотим обеспечить проводимость за счет одноэлектронного состояния, то нам для начала нужно разорвать эти локальные пары, вытащить электронное состояние, и при этом надо заплатить энергией связи в основном имеется в виду распределение но меньше, одна пятое на четвертое от типичного и и и и и и таким образом это может служить объяснением того, откуда берется активационное поведение сопротивление угловик или таким на первых вот да значит аналогичная картинка была на самом деле ранее продемонстрирована чисто чистым образом когда все значит численно изучалась дальше электроны которые вытягиваются локально на одном из 9 или на двух случайных функциях ну и там должно быть что при большом беспорядке возникает новое состояние возникает провал новости состояния сметри смещения теперь следующий вопрос а можем ли мы совместить наличие наличие вот этой самой цикл но это можно есть интервал параметров в которой имеется и то и другое давайте в так на ходе конец с в в Продолжение следует... 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 помутируют точно так же, как и обычный оператор спинадуста. Поэтому, если мы только этими четными состояниями ограничились, то мы можем наш пенетлинян записать вот в такие образы. Вот это энергия от электронного состояния, 2 кси, потому что каждый состояние 2 электрона, а вот эта энергия отвечает перескоку пары из 1, состояние ню и состояние 3. Состояние ню, пара уничтожили, состояние ню, она появилась. Матричный элемент, вот этот R, средняя от него включает та самая функция эмотомера, который я использую. То есть, мы считаем, что днии спальниных электронов у нас нет, потому что температура, скажем, существенно ниже, чем типичная энергия спальни. То есть, мы видим такой более простой гементринян, который формально в соответствии с инцидентромагнетиком, у которого есть поле, направленное вдоль оси и z, величина его в полокси, которое можно положить в элементринцайне, в соответствии с инцидентромагнетиком. Ну и есть взаимодействие этих всех дисциплинов плоскости и x, y, которая хочет их полетить. Теперь, к чему приводит этот самый пубертинян, я чуть позже расскажу. Перед этим, значит, вот какие основные качественные черты этого необычного сквокоположающего состояния. Ну, про дуннельную глубокси, я уже долго рассказывал. Теперь есть вторая важная особенность, которую я сейчас обскажу. Это совсем свежий, или, в общем-то, даже немного духовный эксперимент. В котором... Та же самая конфигурация сопротивления тупой депротности состояний. Но при этом иголку подводят гораздо ближе, чем обычно к поверхности изучаемого материала. Сопротивление между иголкой и материалом уже не мегаоот, а килооот. И обнаруживается... Вот здесь, кстати, вся эта эволюция нарисована. Вот нижняя кривая того же мега, в котором он встречался, с турейнером, с двумя пиками небольшой энергии. А дальше подводят иголку ближе и ближе, спротивление контакта уменьшается. И мы увидим, что пик примерно на той же самой энергии сохранился. Но появился еще пик на гораздо меньшее. Что это такое? Это пик, связанный с процессом. Мы, когда из иголки в материал инварируем сразу два. Получается, что в обычном сверхотворнике оба эти процесса имели бы особенность на одной из двух. Потому что в обычном сверхотворнике этого окального члена нет. Положение пика в обычном туннельного пика переводится тем, что заряд электронного напряжения равен через. Ну а для двух электронного процесса 2Е напряжение равно 2Е. Это есть энергия, которую нужно потратить, чтобы получить на нише возбуждение в этом черном секторе нашего пространства. Теперь у нас имеется различие. Потому что энергию в связи мы должны заплатить, если мы высовываем 1Е. А если 2, то мы остаемся в том же самом черном секторе, и никого лишнего энергии не нужно. И если вот эта энергия будет только больше, чем дельта, то значит, что одноэлектронный порог находится примерно больше, чем у двух электронов. Что, собственно, здесь и наблюдается. Более того, наблюдается также и то, что температурные зависимости положения вот этих двух энергий, большой и маленькой, совершенно разные. Большая, например, температура зависит слабая, а маленькая идет слева, как показано на этом графике. Соответственно, с разной температурой она бывает примерно по обычной зависимости. То есть, вывод такой, что маленький пичок определяется региентом с предполагающим состоянием и связанным с пищем. А большой, главным образом, у него надо ждать сплату. Главным образом направляется локальная щель, которая большая, поэтому находим вот этой большой щели и этих пиков ненавидим. Так, ну вот теперь еще одно важное предсказание, которое еще не было проверено. Это касается головного спектрального веса. Это проводимость при высоких частотах. Эксеративная проводимость интегрируется по частотам от нуля до большей температуры. Вся эта комбинация в обычном сверководнике от температуры вообще не зависит. При прохновении точки вступляющего перехода она ничего не чувствует. Потому что вот этот кусок регулярно убывает. Точно так же, как растет ниже процессора включения. Известный пример, когда обнаружила сильная зависимость. Этот пример относится к высокотемпературным сверководникам, в которых для произведения проводился перелом слоев, было обнаружено нечто примерно так же. Ну вот предсказание, которое следует из этой всей науки состоит, в том, что сверхводный вес, то есть в сверхводный щелень должно быть то же самое. То есть вот здесь нарисованы противники, значит, выше температурного переводника стоят. Здесь температурный вес ниже, регулярная часть двигается к нулю, а полная растет. Ну это точно еще. Правильно я понимаю, что это же правило сон для, я, ну в обычном, там, всех туалететах просто правило сон, которое говорит, что там полная уходность действий. Сын-сын-сын, ну вся эта куча, плюс-то обычные. А здесь я... Правильно сон... Да, но... Правильно сон, буквально сон, будет действовать, если вы будете интегрировать по частотам до бесконечности. Здесь идея вот в чем, что мы интегрируем... Если у нас есть вот этот вот отдельный масштаб, большой по сравнению со сверхводящим, давайте мы будем эту величину измерять, интегрировать до некоторой частоты, которые меньше, чем локальная щель. Тогда что будет? При температурах совсем высоких, локальная щель вообще не работает, у нас есть полный электронный вес. Дальше мы пошли в температуру меньше, чем ДВТП, но все еще больше синтепроводящих. Часть состояния вымерла. Потому что у нас нет частот больших, чем локальная щель, значит, часть состояния не вынуждает. И вот в этой области, то есть где-то тут далеко, будет опять подробно. У нас есть длинный интервал, в котором имеется постоянный спектральный вес, а потом он начинает возрастать при возникновении крови. Окей. Теперь, значит, я рассказал про то, что такое синтепроводимость черной щели, про то, что такое изолятор из этих локализованных пар, а каким же образом происходит переводник. Ответ на этот вопрос для реалистической задачи неисследован. А то, что мы пока что имеем как понять, это давайте мы возьмем вот этот наш нерв, термит спины 1-2, и попробуем его решить в сильно упрощенной модели, которую вы умеете решить, а именно поместим. Значит, вообще-то исходы у нас вот эти индексы, и ИЖ отвечают собственным функциям, которые получают функцию. Ну и осенью простим задачу. Скажем так, пусть у нас эти ИЖ, это узлы, принадлежащие причем гипетру. Вылетели в окей. И попробуем решить задачу в фазовом переходе в законе международной али, а именно выяснить, когда есть какие-то средние вот X или Y компоненты, или XB, при негативной информации, это вот, корректный вид. И вот здесь нарисованы решетки. Ну то есть, есть какой-то центральный спин, он связан с двумя другими, если случится, или другим. На этой же пути имеется тот же самый модекс, плакаленную энергию, и взаимодействие, узором. Что мы можем сделать? Судей-за. Главное, что вот эта величина Кси, которая в магнитном поиске направляется, она случайно распределена в широком волосе энергии, чуть-чуть, она в широком волосе энергии. А здесь имеется какая-то малая констанция. Попробуем написать. Да, чем украшаются самые пришел примеры? На ней можно написать рекурсионное уравнение, которое связывает среднее значение, скажем, поперечная проекция х спина вот в этом узле с этими же самыми значениями в узлах на колене ниже. пусть мы знаем распределение вот тогда из него мы повторим распределенности. А дальше мы попробуем написать самосогласованное уравнение такое, чтобы сказать, что у нас на всех в коленях этой решетке распределение например. так ну вот имеется такое рекурсионное уравнение которое связывает значение х здесь вот это эффективное поле которое действует на дуальное направление мы выражаем через логическое направление ниже ну и уравнение имеет вот такой вид и если мы хотим найти точку переухода мы должны его анализовать то есть мы видим вот здесь вот эти аши получим линейное уравнение мы должны найти точку которой можно то есть это его соединить он должен иметь среднее значение поле короче говоря в результате этих операций получим вновь известное нам стандартное уравнение нормально совпадающее с уравнением теории с которого последует вывод что какая бы ни была константность связи заметим вот в этом средневном уравнении число ветвления k потому что здесь сумирование k отсюда следовало бы что какая бы ни была константность связи получение метра температуры перехода ну там она с уменьшением константность связи будет убывать но сюда останется конечная однако это было в примере только если мы сначала делали координационного числа касса и начались бесконечно при любом конечном k это будет неправильным и в том что он неправильный можно убедиться следующим образом давайте рассмотрим ну вот здесь я говорю про эти средние вот вот при этом я что делал я усреднял вот этот объект t минус sin t ну и интересовался когда-то это средняя станет единиц а теперь пусть я посмотрю высшие моменты передачи вот момент а тогда получается что эти высшие моменты ведут себя вот и они начинают расходиться при вот такой температуре уже подвезет на k мы знаем что при не слишком если сделать k не слишком большой то вот эта температура окажется выше чем та которая нам определяет появление первого момента что есть очевидные противоречи поскольку у нас все причины здесь положительные и если первый момент не возник то и высший момент тоже не значит здесь что-то не так в этой самой цепи по существующим делам проблема возникает из-за того что вот в этом вероятность распределения попадаются очень маленькие значения они попадаются не часто но тем не менее попадаются поэтому вот эта величина которую мы хотим определить смотрите что здесь написано я перед этим писал уравнения связывающие два уровня дель с жидкого а можно написать сразу связь между корнями это дерево и удержь эта связь была таким образом есть поле в кузле 0 а есть поле в кузле это n в самом начале они связаны множеством z которые есть вот такой сложный объект это сумма по всем возможным траекториям на дереве для каждой траектории определен норм и такой произведен и дальше простое усреднение с того что мы берем этот объект усоединения это занятие небезопасно это не самоусоединяется или во всяком случае может быть самоусоединяется и противоречие которое здесь обнаруживается с тем что высокие моменты расходятся раньше чем первое связано именно с тем что если прификсированное как станет связь уменьшать конвенционное число или наоборот одержать мы не спешно попадаем в область параметра где этот z не самоусоединяется и физически правильный способ действий состоит в том чтобы не среднее просто от него вычислять среднее от логарифма z и клонить его утюмом но это как вы понимаете немножко аналогично тому как если бы выключено z похоже на станцию мы понимаем что в случайной системе нельзя усоединять по случайным параметрам станцию нужно находить свободную энергию в этой станции ее усоединяется просто аддитивная величина свободная а величина мультипликативная z вполне может быть не самоусоединяется ну это можно сделать это можно сделать разными способами так не буду я пожалуй останавливаться значит один способ в общем это использование метода реплик мне надо было долго рассказать что это такое это начало значит я пожалуй это опущу а перейду просто к сути дел а тут правда заодно еще смолилось обозначение то что было h на этих картинках а вот это самое h которое было эффективное поле в перечном управлении действующей ну вот на этой картинке оно стало тупой а вот что получается что при уменьшении конвенционного числа что качественно эквивалентному увеличению степени беспорядков мы приходим к ситуации когда распределение вероятности имеет вот такой степенной вид где салатем меньше единицы и иначе говоря первый момент этого распределения просто отсутствует помножим b b попробуем интегрировать и прикрывать за это все ну если мы можем угадать что возможно такое неприятность значит мы не можем написать уравнение на первый момент но мы должны написать уравнение на собственную функцию распределения найти какая она есть выяснить что соответствующие характеристические функции не раскладывается аналитически по аргументу с а имеет естественно нормальность и что же мы в результате получили вот 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 правая часть картинки в фиксированном числе уменьшаем константно взаимодействие сначала двигаемся по стандартному решению типа ибо каша оно бы продолжалось вот таким образом но вместо этого правильное решение ответляется и при некоторой конечной константе связи температура перехода вращается дальше основное состояние никаких корреляций спинок в плоскости не теперь ну можно еще выяснить как ведет себя параметры порядка если мы не пошли чуть-чуть до этой точки оказывается ведет себя довольно необычным образом даже не высоко но это все существенное как это сразу а да вот здесь еще выяснили что полезным займитесь значит я говорил про некоторое время назад про распределение высот пиков которые были измерены вот я из него здесь рисовал а для меньшей и параметры вот параметры порядка которые мы посчитали модельные решетки это для двух разных значений числа ветвления к побольше ну вот имеется некоторая качественная похожесть и сказать эволюция этих распределений теперь даже более существенное обстоятельство которое включить мне пять минут через ложечку пусть мы попали в область для других дальних предприятий спрашивается а что здесь происходит каким образом происходит перенос чего-нибудь заляты энергии в этой области ну простая не польза состоит в том что здесь имеется прыжковая провокимость у нас электронно связаны пары значит пары пускай теперь эти пары к нему которые с них по гелетному состоянию от них нет оно разрушилось когда мы пересекли дурини вот но может быть они могут просто проиграть как обычно в обычном электрике электрод теперь для того чтобы они прыгали им нужно откуда-то брать энергии в обычном пушковом изоляторе пронесли в низких температурах для этого всегда есть фаномы можно взять у них энергию что-то когда дело происходит при температурах ниж градусов фаномов почти нет а у них очень много и прыжковый изолятор этой области по-видимому но в качестве энергию используют собственно взаимодействие между самими электронами то есть взаимодействующие электроны сами образуют взаимодействие энергию может ли эта система вот тут объявляет себя произвести резервуар который содержит тепловую энергию которую можно направить с одним из пушков как на этот вопрос ответить по-другому попробуем сделать следующий по-другому рассмотрим очень похожую по сторонам задачи похожую на то в определенных точках перехода но только теперь будем считать что спины вот эти спины на краю решетки действуют очень слабый шум надежной снаружи флокулирующее поле которое действует на границе со стеклом и посмотрим а как интенсивность этого поля передается на следующее потом на следующее т.е. пусть забыть бесконечно малое шум шум снаружи будет ли он возрастать или уголить скажем если он будет возрастать тогда значит система умеет шуметь сама по себе сколь бесконечно малого внешнего шума достаточно что внутренний резерву в противоположном случае она шуметь не умеет не умеет так вот значит можно решать аналогичные ведущие методные управления изменения для их самым интенсивным стишем вывод из этого решения нарисован это зеленое нить означает следующее пусть пусть создали возбуждение в этом элитмическом состоянии с энергией маленькой и конечной энергии это состояние локализовано локализовано шум с такими частыми системами в предконечной температуре в системе есть резерва но минимальная энергия начинается с этой конечной а величина этого порога зависит опять же от взаимодействия и если сделать взаимодействие совсем слабое то вот тут в полости очень слабого взаимодействия у нас и то же равно нет в принципе вообще все состояния системы полностью это в общем и плохо себе представить потому что что у нас происходит вот здесь когда жерна будет носить просто отдельные спины каждую самую спектр и выключили слабое взаимодействие состояние спины чуть-чуть перемешалось возникли какие-то гибридизованные состояния но пока взаимодействие очень слабое кажется естественным что структура спектра чисто дискретно имеет сохранение дальше эстетическая величина констатной связи она здесь нарисована но соответствует вертикальный участок когда уже не все состояния дискретные а есть состояния дискретные реализованные понималых энергетик а есть то поведение вот этого порога линия около точки перевода можно найти а главный физический результат который отсюда следует стоит вот точь при выводе тут в качестве Это было положение рога, назначенное на речевом аммета-с. В зависимости от констанции ядерного умерения крыльев. Но главное – это отшир. У нас нет в выношенном резервуаре, который возник сам по себе в результате взаимодействия этих резервов. В нем нет энергии меньше, чем на этом методе. Это значит, что при неналевой температуре у нас всегда появляется какой-то потенциальный фактор. Это минимальная энергия возбуждения, а плотность вообще всех возбуждений, которые есть в этом году, она экспоненциальная. Если бы это было не так, мы бы могли ожидать получить обычную прыжковую проводимость. По-моему, теперь уже не на паре. Но для этого нам нужно было бы иметь тепловой резервуар с призывом на низкой. А здесь урния. Значит, почему так получилось урния? То, что здесь вот эти две линии – зеленая, которая подняет границу теплового цепла, как и нер. И красная, которая дает действия в воде. Эти две линии сохлись в одной точке. Мы не знаем, насколько это универсально. Даже, точнее сказать, сильно подозреваем, что это необязательно так. Потому что можно придумать в этих ситуациях, в которых эти линии разъедутся, и будет, что-то думает, красная длиница в воде сюда, и будет поведущная ситуация, когда система теоретическая, но эти правы у нее есть по всему миру. Тогда мне не было бы активационного подберения после температуры дробного показания температуры. Ну, пожалуй, на этом надо закачивать. Да, что-то вот здесь. Да, ну вот. Это некая, как сказать, суммированная фазовая диаграмма этих веществ, которую мы сейчас постановим. Цирководник. Вот здесь просто цирководник, здесь сопроводник с всем дощелью, здесь и водатор. А вот тут вот у нас имеется область, в которой изолятор возник из-за влияния логиного поля, здесь сразу обеспечивается движением пар, но из-за того, что они имеются пар, по-прежнему зависит сопротивление температуры длиницы. Конец истории. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.